У меня тут, как всегда, район в кустах рекламный. Вот это мое, то бишь я. Но если серьезно, действительно у нас реально очень большое количество курсов, в том числе вот читается курс по НДС, он не очень большой. Но чем он интересен, это тем, что как раз в этом курсе, в этом курсе подробно рассматривается сама подсистема работы формирования НДС, поскольку там все строится на регистрах. И плюс у нас, в общем-то, в законодательстве существует достаточно большое количество исключений из правил, то есть раздельный учет НДС, когда есть деятельность облагаемая, не облагаемая. Все это достаточно хорошо сейчас в программе автоматизируется. Ну вот тут вот не было бы нам с вами жить спокойно, если бы наши законодатели не решили перейти на ставочку НДС 20%. Ну и у меня, да, тут вот помимо одного рояля, есть второй. Нормальный любимый. Значит, по поводу перехода на вот эту ставку НДС. То есть, конечно, постановка вопроса не очень высокая. Конечно, я имею в виду в нескольких аспектах. То есть, в частности, если брать именно финансовую точку зрения, вот этот переход на 20% инвест с этим страдает либо покупатель, либо продавец. Поскольку то, что нам с вами озвучили, это четко выглядит следующим образом. Так, по концу 2018 года применяем ставку 18%, начиная с 1 января 2019 года применяем ставку 19%. Так, все, 20%, извините. У меня вот это вот 18-18, я сегодня отвечала на занятия днем на вопросы, и на автомате сказала с 20-го года 20%. Это вот у меня сегодня прям вот песенный такой вариант. Ну, если серьезно. Значит, какие такие вот значимые изменения присутствуют в программе в связи с вот этим переходом. Я не знаю, заглядывали вы или нет, но хотелось бы напомнить, что мы с вами работаем по договорам. Соответственно, теперь имеет место быть как раз изменения, в первую очередь, в договоре. Если помните, в старой редакции, когда указывалась информация по постущику, например, в договоре, в договоре, в обязательном порядке, там, ну, я не знаю, мы всегда обращаем внимание, что вот надо поставить галочку, поставщик предъявляет НДС или не предъявляет. Теперь они не просто поменяли формулировку. Вот, смотрите, теперь в договоре, вот давайте я даже подробненько покажу, когда создается договор, да. Вот, там, я какой-нибудь, там, мне не важно, там, какой-то там договорчик я делаю, пускай даже вот с сегодняшним числом. Вот, смотрите, с поставщиком заполнение ставки НДС в документах. Теперь есть три варианта. Автоматические, из карточки номенклатуры и без НДС. Вот, собственно, если проводить какую-то аналогию, то, что было раньше, там, поставщиком предъявлен НДС, вложочек, да, это вот наши два вот этих вот варианта. Либо автоматически, либо без НДС. То есть, когда ставим НДС, вот она все будет потом прекраснейшим образом в документах ставить без НДС. Здесь все как бы вот, видите, ставка без НДС. Автоматически тоже ничего нового не откроют, за одним исключением. Значит, что у нас с вами теперь происходит? Вот, например, если у меня идет предоплата какая-то там, вот, ну, вот, я не знаю, мне потом понадобится предоплата, вот, покупать. На что реагирует программа? Вот, смотрите, у меня стоит 18-й год, и ставочка стоит какая? 18%, правильно же? Вот, ну, собственно, чтобы мне удобнее было, если я сейчас скажу, что у меня вот текущая дата, компьютерная ситуация та же, у меня предоплата покупателя 20%. То есть, для нового документа она ориентируется, да, на что? На рабочую, я вам подчеркиваю, на рабочую дату. Если, значит, что у меня получается? Если мы документ, например, исправляем, то есть, ну, вполне, как бы нормальная ситуация, если я еще сегодня буду вводить документы там за, скажем, прошлый квартал, но приятно, да, то есть, если я скажу, что у меня документ от 25 декабря, так, сейчас, извините, документ от 25 декабря 18-го года, смотрите, вот, я поставила, но поставочка-то заметили? Теоретически хочется, чтобы она исправила, она исправит, если я еще выберу контрагента, то есть, просьба, обратите внимание, вот, теоретически, теоретически, да, от даты зависит с авт НДС, это то, что анонсирует фирма 1С, а фактически, если новый документ, то тогда все изумительно и здорово. Если, если все-таки вы редактируете документ, тогда следите за ним, нужен глаз да глаз. То есть, я тут даже вот специально просто сидела, проверяла, вот в качестве примера покажу, развлекалась, ну, для того, чтобы вот просто посмотреть, что же она все-таки как себя ведет, во многих случаях нам с вами это будет достаточно актуально. Вот у меня есть документ от 25 июня. Здесь не важно. Вот чисто гипотетически я хочу, я дату исправить, пускай это будет 25 января текущего года, ведь ставка НДС 18, как стояла, так и стоит. Опять же, как стояла, так и стоит. Увидели? И только если я вот начну исправлять, то она мне все-таки покажет пресловутые 20%. То есть, пока еще, если вдруг мы редактируем с вами документ, ой, следите за ней. То есть, она просто великолепнейшим образом оставляет старую ставку НДС. Вот есть такое дело, возвращаясь к нашим разговорам. Контролируем, при редактировании документа обязательно контролируйте ставку НДС. Далее еще один вариант, но вариант какой-то такой вот, я бы сказала, что он далеко не всегда комфортный. То есть, смотрите, из карточки номенклатуры, из карточки номенклатуры. Почему? Мне кажется, он не очень комфортным, хотя здесь это вот мое личное мнение, я не настаиваю. То есть, у нас с вами, когда вещь идет о номенклатуре, о номенклатуре, постановка вопроса выглядит следующим образом. Вот у меня карточка номенклатуры, вот у меня ставочка НДС. Кстати, как только 2018 год настал, вот он НДС 20%. Все мило и симпатично. Но это не очень комфортно из каких соображений, потому что если я скажу, что подставляется из карточки номенклатуры, я же могу покупать один и тот же материал, один и тот же товар у разных поставщиков. Кто-то будет на упрощенке, кто-то будет на общей системе налоговложения, значит, повышается, опять же, риск появляется, что я не обращу внимания на то, что в документе надо исправиться. А это уже совсем нехорошо, то есть это уже никуда не годится. И, конечно, гораздо практичнее, чтобы программа подставляла сама. Но вот еще раз смотрите, автоматически это как раз не имеет в виду, что она будет вести себя достойно и адекватно. То есть это раз, о чем я хотела поговорить. Второе, возвращаясь вот опять же к моему району, просто так, он здесь не просто так, а еще для того, чтобы, да, ну да, вот я вам сказала, что у нас есть курс, но вот по поводу перехода на НДС 20%. Основное в наше все это как раз есть разъяснение налоговой инспекции, да, было письмо ФНС о 23 октября, где достаточно подробно, можете, допустим, в той же системе гарант посмотреть, где достаточно подробно, кстати, причем относительно человеческим языком, что меня очень сильно удивило, вот прописаны наши действия, действия, прописаны наши действия при работе с НДС. Естественно, основной показатель у нас с вами – это ставка НДС. И вот здесь вот могут быть, конечно же, варианты. Все здорово в этой жизни не бывает. Бывает, как бы мы не хотели и просили, скажем, наших покупателей там проплатить пораньше, кто-то тянет до последнего, то есть в итоге получается, да, что либо поставщик, либо покупатель страдает. Если брать самую простую ситуацию, мне сделали предоплату в 2018 году, да, когда был НДС еще 18%, я делаю реализацию в 2019 году с НДС, 20% – слежу, чтобы не дать. Соответственно, что получается? Вот как раз в конце года встал об этом вопрос. Многое будет зависеть от того, как у нас все прописано в условиях договора, то есть включается НДС в цену или нет. Варианты написания, они могут быть самые разные, формулировки самые разные. В общем-то, юристы, конечно, больше предпочитают вариант НДС в том числе, и вот если говорить о том, что НДС в том числе, то здесь как раз может быть все грустно. Если предоплату составочкой НДС еще 18%, то в случае реализации, да, если у меня сказано, что у меня сумма 118 и включает НДС, соответственно, я тогда буду что? Реализацию оформлять со ставкой 20%. Что нам, в общем-то, рекомендуется в этом случае? То есть вот если у нас все красиво в договоре, например, прописано отдельно, выделена сумма, да, что вот у нас без налогов там, скажем, 100 тысяч, тогда такого вопроса не возникает, да, то есть мы, ну, грубо говоря, если используют все-таки бухгалтерские эти налоги, это уже ближе к варианту какому? НДС сверху, да, то есть многое будет зависеть от формулировки. И в таком случае, в общем-то, налоговая говорит, что даже не надо ни договор пересматривать, ничего делать не нужно. А вот если у нас по договору классическая ситуация, сумма такая-то, включая там все налоги и прочее, вот, то бишь НДС в том числе, то тогда, тогда все-таки неплохо бы сделать дог соглашение по возможности, то есть мы же с вами-то не должны страдать из-за того, что меняется законодательство. Кстати, вот на такой ситуации тоже очень многие юристы, например, рекомендуют прописывать фразу на уровне, что сумма может изменяться в случае изменения на законодательном уровне. То есть здесь, конечно, многое будет зависеть от формулировки. Но вот в части формулировок и как раз вот на что еще я вот такого любопытного хотела обратить ваше внимание. Вот если прописывается ДОП-соглашение и если не прописывается, что мы можем делать в программе? Ну, поскольку я тут так все подготовилась, то у меня есть иное количество документов, разные ситуации, такие вот основные, чтобы вы не ждали, не смотрели, пока я введу документы. То есть классическая грустная постановка вопроса, она выглядит весьма-весьма-весьма-весьма-весьма следующим образом. Скажем, вот смотрите, у меня была внесена клиентом предоплата, да, внесена она была по 2018 году, соответственно, вот так вот все красиво, все замечательное издопло. Ну, и если все-таки, если все-таки сейчас пойдет у меня реализация, я пойдет у меня реализация по этому клиенту, то уже тогда, тогда я буду реагировать в первую очередь, вот я говорю, часть грустная марлезонская болезнь. Они мне внесли предоплата в 2018 году, я делаю отгрузку в 2019 году. Значит, я тогда обязан уже, что, применить ставку 20%. По сути, по сути, вот смотрите, у меня предоплата, да, если она была сделана в объем 100%, 85 031 рублячек, да, то есть получается, что я... Сейчас, извините. Что ж такое все, как всегда, да. Если я сейчас не поленюсь и просто подменю позиции, вот у меня автоматически, да, поскольку все-таки 19-й год, и мы это вот как раз обсуждали, вот мне программа поставила ставку МДС 20%, то здесь я вообще, в принципе, ничего другого не могу. Что тогда получается? Что тогда получается? Сейчас я тоже здесь поправлю, чтобы просто выяснить по конкретному. Вот мне внесли предоплату. Предоплата в 2018 году, и я, естественно, буду делать, что, счет фактурок выписывать, правильно же, Аня? Буду, буду, а куда мне деваться? И счет фактуры, ну, у меня уже и реализация есть, я буду выписывать на ставку МДС, какой, 18% счет фактуры на аванс выставлять клиенту. Реализация я пошла уже в этом году, и, соответственно, счет фактура у меня уже будет выставляться по ставочке 20% к моему деликому, к сожалению. То есть я вот эти 2% теряю. Исходя из этих соображений, да, возвращаясь к нашему разговору, действительно можно, и, в общем-то, насколько я знаю, некоторые организации это успели сделать заранее, можно как раз заключить ДУП-соглашение и обговорить вот эту потерянную скифацию. Что тогда нам с вами рекомендует разработчик? В общем-то, основные действия у нас очень похожи, но разница достаточно ощутимая. Вот давайте-ка я как раз покажу, что я имею в виду. Ну, опять же, да, рояль в кустах. Вариант первый. Вот у меня, смотрите, некая альфа 10 декабря мне сделала предоплату в размере 118 тысяч. Ради бог этой права, я им выставила счет фактуру на аванс. Вот он. И счет фактуру на аванс, счет фактуру на аванс, но и был выставлен, естественно, на ставку НДС какой-то 18%. Далее, далее, ситуация похожая, даже специально сумму подгоняла одинаковая, смотрите, ну, поставила хотя бы разный дат. Вариант второй. Это вот некая бета, которая, да, мне тоже внесла предоплату, и я тоже выставила счет фактуру на аванс. Опять же, по ставочке 18%. Здесь без комментариев. В чем разница? Вот чисто гипотетически моя организация заключила топ-соглашение с Альфой и с Гаммой на такую тему, что они мне вот эти 2% доплатят. То есть они мне в 18-м делают предоплату, да, а, соответственно, реализацию-то я буду уже по 20% делать. Значит, так, я заключаю топик, да, и обговариваю этот момент, они мне вносят предоплату. Вариант с фирмой БЭТ. Я начну с него, чтобы просто по годам не сгадать. Посмотрите. БЭТ мне сделала лида-плату, ну, вот еще 2000, да, потому что 20% от 100 лет, там будет уже 120. Она мне сделала лида-плату в декабре прошлого года. Какие мои действия в этом случае? Здесь у меня есть возможность выбора. Я даже, знаете, как я пыталась это творчество свести вот в такую вот схему. То есть если доплату, вот мне вносили 2% в 2018 году, то я что делаю? Ну, понятно, выписка и плюс, или, то здесь я могу выбирать, или это будет счет фактуры на вас, или корректировочный счет фактура. Видите? Собственно, почему? Здесь идет привязка к законодательству. То бишь официально ставка 20% у нас с вами вступает в силу с 1 января 2019 года. Правильно? Значит, смотрите, если они нам в 2018 доплачивают вот эти вот 2000, это ведь они мне еще не налог. Это я-то понимаю, что я страдаю на те 2%. Они мне делают доплату к стоимости материалов, товаров, услуг, то есть к стоимости моей реализации. То бишь это чистые вот деньги, и как налог я это интерпретировать не могу никоим образом. Поэтому какие мои действия? Самое простое, банальное, я могу просто по вот этой доплате, если она в 2018 году, сделать еще один счет фактуру на аванс. Запросто, запросто. Либо то, что мы ориентируемся на рекомендации налоговой, либо я могу выставить корректировочный счет фактуры. Я выбрала корректировочный счет фактуры, потому что у нас еще с вами на повестке дня второй вариант. Очки. А корректировочный счет фактуры в следующем уже как-то исполняется? Не-не-не-не, я пока в этом, а потом будет в следующем. Я же ради этого все затеяла. Вот в этом случае, смотрите, если вот мне сделали предоплату, да, потом доплатили еще 2000, я помню о том, что реализация будет у меня на 120 тысяч, со ставкой НДС 20%. Почему корректировочный я сделала? И, собственно, что показать по мне стоило в этом случае. Давайте даже я вот так выступлю, я пока его помечу на удаление, просто чтобы еще разочек показать. Вот, смотрите, начнется, это возьму даже ту же дату, 18 декабря. Документ будет 18, 18 декабря 2018 года. Просто чтобы вот тут и было. Всего того, что это, повторяю, мы не имеем права это интерпретировать с вами как на год, да, вот эти вот там 2% типа мне решили доплатить, это доплата к стоимости. Я могу, могу что я сделать, создать на основании счет фактуру выданной, правильно? То есть у меня это вот он, аванс. И, естественно, естественно, я могу сделать самый банальный счет фактуру на аванс. Здесь без комментариев. Что у нас с вами тогда в этом случае получится? У нас пойдет доплата, то есть пойдет еще дополнительная запись книги продаж по ставочке НДС 18%. Правильно же? То есть у меня будет две записи книги продаж. Вариант второй, который вот как раз вот интереснее и нам с вами нужен, сейчас я это творчество удалю, это сделать счет фактуру корректировочной. Корректировочной я буду делать к чему? К первому документу, правильно же? А тогда вид счета фактуры выбирается, соответственно, корректировочный на аванс. Вот. И вот здесь вот я уже выберу к какому. А вот у меня вот к этому, да, на 118 тысяч. То есть вот он, мой корректировочный счет фактура. Здесь что важно, смотрите, если это, если это в 2017 год, да, то тогда ставка НДС у меня в корректировочном документе отражается именно 18%. Как бы не хотелось, да, но 18%. Я же так вот делаю. То есть вот оно, вот оно, вот оно. Вот, и дальше, дальше, что у нас с вами получается? Значит, если мы посмотрим, да, мое хулиганство, то в частности, вот если я возьму сейчас книгу продаж за четвертой квартой, да, вот мои развлечения, вот они, мои развлечения, все здесь присутствуют. Так, лишнее, наверное, бы надо было, так я же говорю, все присутствуют. Куда 20? Так, у меня что-то этих уже, видите, по бете раз, по бете два, потому что я решила показать, и получился, да, небольшой такой перебор в этой жизни, поэтому я лишнее все-таки удалю развлекательство свое. Вот. Вот у нас тогда вот все так мило и хорошо. То есть вот по бете, смотрите, вот у меня в книге продаж первая запись, да, и вот она пошла вторая. Ну и потом, соответственно, когда у меня идет реализация, реализация у меня уже идет в девятнадцатом году бытия, я точно так же что делаю? Выписываю счет, фактуру на отгрозу. Значит, здесь уже у меня выписываются документы поставки 20%, поставки 20%, то есть вот у меня, да, видите, 90-й, 68-й. Что это означает? Во-первых, смотрите, в книге продаж, книге продаж, ну, на сей раз уже за первый квартал девятнадцатого года, если я ее сформирую, вот у меня, видите, пошло, да, вот он, мой НДС 20%. Вот он от девятнадцатого января у меня вот реализация, и вот автоматически сформирована программа книги продаж, за весь, вот она пошла. Тын-тын-тын-тын-тын. Есть такое дело? Видели? Ну, вспомните наше законодательство. Если была предоплата у покупателя, мы им выставили счет фактур на аванс, то есть мы им начислили НДС, правильно? Дальше мы сделали реализацию, и мы им выставили счет фактуры на отгрузку. То есть, получается, мы им на одно и то же, по сути, да, по смыслу операции, два раза начислили НДС. То есть мы обязаны восстановить что? НДС с аванса. Как мы его будем восстанавливать? Здесь, опять же, достаточно жестко все прописано. То есть, когда была предоплата счет фактур на аванс, мы с вами выставляли по ставочке такой 18%. Значит, и восстанавливать НДС с аванса мы будем по сумме какой? По ставке НДС 18%. Если я сейчас вам открою, ну, вот у меня, да, тут вот все такое рояльное, чтобы поменьше тратить время на лишнюю писанину, вот, вот у меня есть вот, да, 19-й год. И вот, получается, речь идет о чем? О продажах. Значит, обратную запись у нас делает, что запись книги покупок. Правильно же? Вот у меня просто есть у меня. и смотрите, вот оно, видите? Ставка НДС какая? 18%. Хотя поступления, вот я развлекалась, вот они, вот они. 12-го числа, это у меня было 118 тысяч, правильно? И плюс 18-го декабря еще 2 тысячи мне доплатили. То есть я потом буду, что, восстанавливать НДС авансов, опять же, по ставке 18%. То здесь все вот четко достаточно идет. Действительно, мы, кстати, вот мне кажется, если хотим облегчить существование, надо помнить вот основное, что нам говорят налоговые, что именно ставка применяется с 1 января 2019 года, да, 20%. И, исходя из этого, мы с вами и работаем. То есть вот у нас один вариант. Один вариант, где можно дальше еще, опять же, посмотреть, соответственно, в отчете книгопокупок. Если я его сейчас вот сформирую, вот у меня, видите, вот они присутствуют, вот эти вот суммы. Вот они. Так, теперь другая постановка вопроса. Сейчас лишнюю закрою, я тоже совсем переборю. Постановка вопроса немножечко другого рода, чуть-чуть похитрее. У меня вот есть, вот даже возвращаюсь, да, то есть вот с этой мы вроде как разобрались, получается. Либо, по сути, вот если 2 тысячи, да, мы доплатили вот эти 2% нам в 2018 году, это просто мы долго отчислили ленты. Но к вычету принимаем все равно 18%, хоть и весь. Чуть посерьезнее. Ситуация, которая, в общем-то, от нас требует элементарной внимательности. Я бы сказала, она похожа. Вот возвращаемся к этой моей Альфе. Вот смотрите, они мне сделали предоплату 118 тысяч, да. Я долго думала, неважно из каких соображений, все-таки я с ними заключила до соглашения, но они мне вот эти 2% уже заплатили когда? Да, видите, в 19-м году. В году 19-м. Ну вот сейчас я свой рояль и буду исправлять. Значит, раз заплатили в 19-м году, то здесь-то я уже покажу, что 20%. Правильно же? Да. А дальше все то же самое. В каком плане? Если они мне доплатили в 19-м, да, правильно, сейчас я не в 19-м году, да, в 19-м году. Здесь-то я уже помню о том, что ставка применяется с 1 января, я могу интерпретировать, что как доплата налога. Правильно же? Налога. А значит, здесь у меня остается вариант какой? Все тот же корректировочный счет фактуры. То есть точно так же я на основании делаю выбор счет фактуры. Ну, он у меня уже тут имеет место будет. Но вот здесь, смотрите, разница, собственно говоря, заключается в чем? Это тот же корректировочный счет фактуры на аванс. Это тоже корректировочный счет фактуры на аванс к тем 118, который заплачен в декабре. Правда же? Да-да-да. А разница у нас с вами, она вот здесь, вот тут сидит. Если говорить о том, что в предыдущем случае у меня же шло дело о чем? О 2018-м году и о ставке инвесторов 18%. И у меня в корректировочном документе в обеих позициях было 18%. Я еще обратила на это ваше внимание. А здесь уже получается, смотрите, я должна выделить предварительную оплату. Вот это у меня часть была по ставочке 18%. А то, что в новом году, уже пойдет по ставке какой? 20%. Правильно же? Да. И результатис, результатис, опять же, дальше что у меня пойдет? У меня пойдет реализация. Ну, у меня здесь, естественно, есть вот 19-м числом, видите, я тут им что-то такого по ставке 20% уже отгрузила. Да, то есть здесь у меня что получается? Давайте смотреть. Значит, давайте пошагово. Во-первых, значит, нас сейчас интересует фирма Бет. И если мы посмотрим с вами, ну, с чего начнем, наверное, с книги продаж. Вот книга продаж за первый квартал. Вот у меня есть реализация. Вот она, 19 января на 120 тысяч. Применена ставочка 20%. Раз, все, много. Есть же такое дело? Да. Но ведь у меня же опять та же логика. Два раза начислено НДС, значит, я обязана восстановить НДС с авансом. А значит, что у нас с вами получается? Ну, вот начнем с помощника по учету НДС. То есть меня, в частности, интересует, что формирование за все книги покупок. Вот я его просто перезаполнила. Вот он у меня, да? Вот, смотрите, по Бет восстанавливается НДС с авансом. На дату открытия, вы видели? 19 число. И если я сейчас открою, соответственно, книгу покупок, книгу покупок, то вот у меня такая картина, она присутствует. Вот. Вот. То есть имеет место быть. Здесь вот корректировочный мой счет фактура, видите? Все у меня тут имеет место быть. Ну и здесь вот еще одна позиция присутствует. То есть если возвращаться к нашему разговору. Отличие, отличие, ну просто вот чтобы вот лишний раз обратить ваше внимание, собственно, заключается в чем? Вот когда мы выписываем, выписываем счета фактуры, мы можем дать, если предоплата, пускай она там даже идет несколькими этапами, но она приходится на 18-й год, то можно на каждую выпуску сделать что? Ну, счет фактура на аванс, правильно же? Либо-либо я могу вот сделать корректировочный. Ну, корректировочный у меня пойдет вот самое важное. Вот у нас ставка НДС равно 18%. Вот, если все-таки вот те самые 2% мне уже доплачивают в этом году, то тогда у меня только корректировочный счет фактура, потому что это уже четко интерпретируется, да, по рекомендациям налоговой, как доплата налога, то есть только корректировочный, и вот она моя ставочка 20-100-20. Ну, и еще один момент, о котором я как раз и говорила, у меня тут еще гамма гуляет, смотрите, с гаммой вот как раз ситуация абсолютно грустная. Они мне сделали предоплату в прошлом году, в 2018-м, но решили пойти мне навстречу, накинули гордо те самые 2%. То есть, как исходил, из каких соображений исходил покупатель? Они сказали, ой, да, вот плюс 2% НДС, посмотрели по договорам, вроде, ну, будем мы вот такие замечательные, сразу сделаем предоплату, исходя из позиции, да, что вот будет реализация под 20%. Но они-то мне сделали в 2018-м году, поэтому я вот, что бы ни происходило, я не умею права сделать вот так. Не имею категорически, потому что год 2018-й законодатель, у нас эта ставка еще не применяется. А значит, если они были добры и решили мне вот это вот так, с барского плеча прям сразу, ну, что там мелочиться, я-то с этой суммой все равно буду выделять НДС 18-20%. То есть, иначе я не имею права. А дальше, дальше я им делаю реализацию, ну, реализацию-то я им как раз делаю уже все. Я им сделаю реализацию с НДС 20%. Никаких других здесь документов, то есть я, они вот мне сделали предоплату, я им сделала счет-фактуру на аванс, да, они мне сделали на всю сумму сразу. И потом еще я им сделала реализацию здесь счет-фактуру на откручку. То есть вот этот вариант грустненький, грустненький. Почему? Потому что есть пострадавшие стороны. То бишь, ну, если вернуться опять к нашему разговору, не зря вот говорится о том, что многое будет зависеть от того, как прописаны условия договора. Вот хорошо тем, у кого написано отдельно, да, там, то есть аналог у нас с вами в поп-учете НДС сверху. Прекрасно, поскольку там как было, так и остается, по сути, да, сверху мы с вами. Ну, подумаешь, 18-20, все здорово. А если все-таки в том числе, да, либо вот еще хуже бывает, когда прописывают, самый худший вариант, это когда прописывают и сумму, и отдельный еще НДС прям цифра. Вот это вот вообще самый такой кошмарный случай. Вот. Ну, так что получается? Все-таки, все-таки для собственного спокойствия мы должны вот этот вот момент как-то учитывать. То есть, в частности, может быть, даже имеет смысл как-то вот действительно в доп. соглашение договора заключить, чтобы мы не пострадали. В противном случае получается ситуация какая-то, кстати, вот тоже, ну, поскольку предоплата самый такой серьезный случай, а если взять банальную вещь, если я оказываю услуги, правильно, я же могу по акту оказывать. Я выставила клиенту акт в 2018 году, я его обязана выставить с НДС в 18 процентов. А они мне заплатили в 2019 году. Вот такой вот клиент, которого я там, к примеру, попросила, они все равно сделали так, в общем-то, считали нужным или необходимым. Результат будет какой? Они мне когда заплатят, я буду обязана в этом году уже выделить в документе НДС в 18 процентов. То есть здесь уже однозначно я пострадавшая сторона, правильно же? Когда я делала реализацию, это было 18 процентов, когда мне заплатили НДС уже 20 процентов. Я потеряла 2 процента в этом случае. Ну, в общем-то, конечно, исходя от всего вышесказанного, я думаю, ни у кого из нас с вами не будет этот переход легким. Это скорее из области фантастики. Это при условии, если мы все взаиморасчеты со всеми контрагентами закрыли с вами в пределах одного года. Это, по-моему, просто нереально абсолютно. Но только в этом случае у нас все получается идеально. Типа, в 18-й годы ставка НДС в 18 процентов осталась в прошлом году, а в этом году мы уже будем с вами работать несколько иначе. Как правило, у нас с вами есть договора, договора долгосрочные, и дата заключения, да, на всякие пожарные. Тут меня спрашивали, а есть ли дата заключения договора? Дата заключения договора здесь никакой роли не играет. Абсолютно. Ну, бывает все. Может быть, знаете, почему вот ассоциация была с тем, что вот в программе ставка меняется в зависимости от даты. Дата заключения договора роли никакой не играет. Играет у нас с вами роль, что дата документа, и в зависимости от этого как раз мы и гляжем. То есть итог-итог у нас получается вот таким вот образом. Работает, причем вот дальше даже я вот сейчас покажу, просто чтобы вот, смотрите, по поводу моих вот этих вот предоплат, да. Поскольку я ввела документы заранее, я не поленилась, я еще все-таки сформировала такой по этой своей организации виртуальной декларации. Вот, смотрите, вот у меня декларация за четвертый квартал. И вот оно, видите, сумма полученной частичной оплаты. Вот оно все село, видите? Вот, 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 даже я могу расшифровать. Вот они мои эти злополучные 305 рублей. То есть это вот те 3000, которые мне доплатили в прошлом году. Вот такая вот вещичка. То есть она дальше подтягивает это все творчество в декларацию. Но у меня просто данных нет, поэтому, собственно, вот у меня та же самая сумма. И есть декларация, соответственно, за 2019 год. Здесь, как видите, у меня суммы частичной оплаты никакой нету. Но у меня имеет место быть что? На фокусе. Да. Ну, в общем-то, достаточно достойно уже это все работает. Сейчас вот с последним обновлением. Один из них сказал, что они и в электронном документе оборудовались, там все четко отработали, да, ставочку у 20%. Но при этом все-таки контролировать, конечно, все это надо. Благо, в общем-то, я надеюсь, что у нас с вами, Садь, у всех этот переходный период будет длиться как можно меньше. Ну, а как? То есть по сути, по сути, для нас с вами это чревато. В первую очередь в случае предоплаты, а значит уже легче. То есть мы с вами контролируем все предоплаты, которые имеют место. Будет переходящие, то есть когда предоплата была в прошлом году, а реализация была в прошлом году. Если вдруг по допсоглашениях решили все-таки доплатить те самые главные проценты. Вот то, что я хотела рассказать, я рассказала. Я, честно говоря, надеюсь, что вам это поможет. По крайней мере, если пригодится, то это будет очень здорово. Ну и приходите к нам. И с чем? Продолжение следует...